Но каменная превратилась в резиновую, вот ведь. В последнее время слишком многие говорят, что он дебил. Наши удары по Крыму нанесли удары по референдумам. Надо сейчас бы провести выбор оппозиции, чтобы был лидер, который мог бы общаться там с Западом на канале Шатриман. Я провел выборы честные. Первые два места занялись большим отрывом. Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Спасибо, что вы вместе с нами. Меня зовут Вадим Герасимович и сегодня со мной на скайп-связи политолог, политтехнолог, публицист, 3П в одном флаконе, Михаил Шейтельман. Михаил, здравствуйте. Спасибо за 3П. Спасибо, что все П упомянули, чтобы не было каких-то вопросов. Михаил, достаточно много тем, что мы хотели с вами обсудить. И сейчас фактически из каждого утюга звучит резиновая попа в исполнении президента России Владимира Путина. Он, напомню, школьникам 1 сентября объяснял, что трудолюбие это талант, а не резиновая попа. И также назвал одной из целей, так называемой спецоперации на территории Украины, ликвидацию антироссийского анклава. Мы, пожалуй, начнем с попы, а потом плавненько так перейдем на анклава, обсудим это все. Что это было? Ну, с попой хотя бы действительно можно разобраться в отличие от анклава, потому что, скорее всего, вот если... Сначала я скажу серьезную версию, да. Он же говорил про упорство, про усидчивость, рассказывал, что, дескать, вот у него такое свойство есть, а у других нет. Почему он к этому апеллирует вообще? Потому что в последнее время слишком многие говорят, что он дебил. Ну, есть такая тенденция, да. И ему нужно это как бы опровергать, но не говоря это прямыми словами. Ну, что он дурак, там и так далее. Но он же не может сказать, я не дурак, на самом деле. Он скажет, я альтернативно одаренный, знаете. В дословном переводе с английского есть такой политкорректный термин про глупых людей, альтернативно одаренный. Вот он одаренный. Но был такой термин, каменная жопа. Ну, есть такой термин. Да, каменная жопа означает, что человек очень усидчивый, берет усидчивостью. В частности, так называли Молотова, министра иностранных дел Советского Союза при Сталине. Это было прозвище его за глаза у всех. Потому что он целыми днями сидел за столом всегда и не вставая, так сказать, работал. Человек, который не отличался какими-то там талантами, ничем другим не был знаменит. Но вот сидел и сидел, понимаете. Человек, который пересидит всех. Я думаю, что если серьезно, то он имел в виду это. Но каменная превратилась в резиновую. Вот ведь. Каменная превратилась в резиновую как раз в силу того, что уже у товарища Путина за последние годы явно ослабел мозг. И он уже не может запомнить. Он же себе придумал это заранее. Да, естественно, это термин. Все это собирался сказать про каменную. А получилось резиновое. А с резиновой тут двойственная, конечно, игра. Потому что в наше время, во-первых, резиновые попы продаются в любом секс-шопе. И, видимо, у него какие-то аллюзии с этим возникли. И он перепутал одно с другим. У него склеились два термина. Ну и есть еще, знаете, он же Путин, он все время такими детскими стишками, детскими фразочками какими-то говорит. Причем такие из там 3-4-5 класс, типа пацанчики такие. Вот, всякие такие шуточки ниже пояса. А вот я помню, когда я учился в 3-м, 4-м, 5-м, у нас был такой стишок на эту тему. Без окон, без дверей, полна жопа огурцов. Вот я думаю, что где-то вот, возможно, вот из этого еще разряда что-то. Потому что у него страна без окон, без дверей. Он ее закрыл полностью. Ну вот теперь у него полна огурцов, у Владимира Владимировича из-за этого. И в стране полная резиновая попа. Такой себе урок анатомии от Владимира Путина получился на встрече со школьниками. А все это преподносилось под вывеской разговора главным или разговора важным. Ну и это оказалось главным. На самом деле, если так вот совсем к этому относиться, я почему начинаю тут иронизировать и шутить? Потому что мне очень грустно, если честно, от этого. Мне грустно от того, что такие люди, как Путин и еще один президент, как мы знаем, в тот же день проводил тоже урок в школе, прямо Лукашенко. И вот приходят такие старые люди со своими очень такими допотопными примитивными представлениями о мире. К тому же с представлениями, которые довели их страны, что называется. Довели до международных санкций, до изоляции, до гибели огромного количества людей. И до убийства отдельно других людей в другой стране. И вот эти люди приходят детей учить. Понимаете? Вот же что ужасно. Потому что, ну, кто он такой? Он всего лишь диктатор. Почему он имеет право учить детей? Вообще-то, чтобы учить детей, нужна лицензия, правильно? Нужно закончить педагогический институт, быть педагогом. А когда пускать какого-то Чикатило учить детей, ну, это же больные потом дети. Одно дело учить, Михаил, а другое дело поучать. Это разные вещи. Да, так вот больные вырастут, знаете, когда таких присылают в школу. Таких. Вот не дай бог, да, привешь ребенка в школу, а там Путин сидит преподавать. Ой, спасибо, хорошо. Вместо учителя, да, который, ну как, ребенок же зачем в школу пришел? Учит в чему-то, а не слушать этого здорового старика. Кстати, ряд российских телеграм-каналов совершенно по-иному трактуют вот эти слова Путина о резиновой попе. Пишут о том, что резиновая попа – это прозвище министра труда и социальной защиты России Антона Котякова в узких кругах ЛГБТ-сообщества. И Путин об этом прекрасно знает, и оговорка, видимо, не случайность. Ну да, конечно, я же когда говорил о секс-шопе, то в принципе как бы да, я намекал немножко на вот эту ориентацию нетрадиционную, которую приписывают некоторые тоже телеграм-каналы и вообще некоторые инсайдеры. Не сейчас даже, а уже на протяжении, ну и сейчас тоже, но и на протяжении последнего там десяти лет многие приписывали Путина, так сказать, что он один из руководителей гей-сообщества российского. Но тут, естественно, у меня фактов нет, а вот про этого министра, да, я впервые услышал вообще о его существовании из этих самых некоторых телеграм-каналов. Но так как нет, знаете, когда печатают его официальные, публикуют фотографии, то публикуют почему-то сверху и спереди, а не снизу и сзади. Поэтому трудно понять. Возможно, на фоне этих слухов и появилась версия относительно отношений с Алиной Кабаевой? Оно не совсем так, она не появилась, ее создали, потому что это типичная такая операция прикрытия российских спецслужб. Уж тем более мы видим, что они всегда так живут, они все время, когда есть что-то, что им очень не нравится и хочется скрыть, они рассказывают что-то совершенно, как говорится, из другой оперы, совершенно противоположное. Когда у них какая-нибудь там, какие-нибудь проблемы на атомной станции, они рассказывают про какие-то мифические десанты, например. Так и в России. Если вдруг россияне, если вдруг избиратели узнают, что Владимир Владимирович не только резиновыми попами увлекается, и как раз таки вот такими министерскими, да еще и мужскими, то ведь это его страшно ударит по его рейтингу, потому что в России совершенно не приветствуется такое дело. Тем более не приветствуется, когда наоборот самого, если Владимир Владимирович, так сказать, кто-то вот, да. И поэтому и создается история про то, что он якобы вот такой прям знаменитый мачо, что якобы он прямо альфа-самец. Там до смешного доходило, когда, я помню, когда какие-то бумаги, нет, сведения какие-то похитили из американского посольства, это было лет 10 назад. И тогда, это российские спецслужбы, в смысле, как-то к ним попали, какие-то тайные переговоры американского посольства, и они опубликовали, что в американском посольстве называют Путина альфа-самцом, что у него, дескать, такое прозвище. То есть надо же такое вообще придумать, да, что вот сидят такие дипломаты американцы, а альфа-самец там сегодня то-то. Это вот так вот про него распространяют слухи. Ну отсюда все эти Кабаевы, Кривоногих и так далее, чтобы сказать, вот какой наш президент, вон он какой мачо. Ну альфа-самец же решил в июне 13-го года, если память не изменяет, развестись со своей женой Людмилой. Ну, перешел на легальное положение. Хорошо, ладно, личная жизнь Путина, личная жизнь Путина. А вот по поводу анклава, то, что он заявил, что одной из целей так называемой спецоперации на территории Украины является ликвидация антироссийского анклава, это что-то новенькое? Да, это вообще абсолютно новый тезис. Я прям смотрел нашу карту, искал, где же этот анклав, и потом я понял, где анклав. Вот он же как Путин, в чем его принцип? В том, что он фиксирует победы и вообще обещает то, что уже выполнено. То есть вот когда что-то выполнено, он тогда садится и это обещает, чтобы получилось, что у него выполнено обещать. Он не обещал захватить Крым, например, пока не был захвачен Крым. Он не выходил к людям и говорит, Крым на самом деле вот наш, сейчас мы его захватим. Такого не было. Сначала захватили, когда получилось, он вышел и сказал, а мы-то вот, Крым, да еще, к тому же слово захватили, он сказал только через год. То есть сначала он сказал, ну тут случайно Крым к нам пришел, давайте его поприветствуем, примем. И только через год сказал, ну это мы на самом деле захватили, какие мы молодцы. И каждый раз в течение этой войны тоже, он если и говорит что-то, он говорит сильно после того, как все это реально свершилось. За исключением там в начале войны, когда он проговаривался про то, что мы сейчас там уничтожим этот наркоманов в Киеве, и там армия переходи на сторону России, вот это все. Ну ошибся, он думал, ему видимо сообщили, что уже перешла, а она не перешла. Так и сейчас. Вот что они смогут захватить, то и будет объявлено этим анклавом. У него же есть план там захватить Донецкую область. То есть он захватит, он скажет, вот видите, я говорил анклав, вот он, там как раз вот ровно мы искали-искали и нашли. Вот Михаил, относительно тех или иных путинских планов, на днях заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил, что российские войска получили приказ Путина выйти на административные границы области до 15 сентября. Интересно, он спецом ставит такие задачи, которые, ну будем откровенны, невозможно выполнить, или это решение было принято под влиянием его общения с Золотовым, который является директором Росгвардии, и во время встречи заверил, что российская армия в Украине, она пользуется огромной поддержкой. Не, ну Путин, на самом деле, конечно, я очень часто высмею его такие когнитивные способности, но при этом он не слепой и не глухой, он все прекрасно видит, что происходит здесь, что бы ему там не говорил Золотов. И вот это сообщение про 15 сентября, оно пришло из разведки, да, по-моему, и от британской. Мы не знаем, когда он это поручил. То есть, может, я вполне могу предположить, что если эти сведения верны, что он дал поручение к 15 сентября выйти на границу Донецкой области, но дал он его, скажем, в июле, например. Вот когда, помните, как бы уже после истории с Лисичанском и Северодонецком, сначала он сказал взять паузу, а потом, типа, начинать новые бои. Вот когда они пески все, старались пытаться брать пески, ну это уже полтора месяца назад было, когда они начали. Поэтому я думаю, что это может быть такой более реалистичный срок. Но не говоря о том, что он же сам этого не сказал нигде, мы не знаем. Поэтому спросить снова с него никто не сможет. Никто не скажет, вот, Владимир Владимирович, вы же приказали, а никто не выполнил. Я приказал. Британская разведка, я здесь при чем? Вы у нее и спрашиваете теперь, что с меня спрашивать. Какое 15 сентября? Я здесь ни при чем. Да я вообще не знаю, что есть такой месяц даже существует. О чем вообще? Кстати, тот же Алексей Громов сообщил, что Беларусь запланировала новые военные учения, которые должны пройти 8-14 сентября совместно с Российской армией и странами ОДКБ. В ходе мероприятий планируют отрабатывать освобождение, ну, освобождение, в кавычках, конечно же, территории. И не исключено, что под этим имеется в виду захват приграничных областей Украины. Путин готовит второе широкомасштабное наступление на территорию Украины, и его интересует Ровенская, Житомирская, Черниковская и Волынская области. Если же мы говорим о приграничных областях. О, понимаете, здесь есть политическая, военная часть. Военная часть, естественно, я-то в ней не разбираюсь, но послушать любого, кто что-то в этом хотя бы понимает, все в один голос говорят, что это просто невозможно. Ну и как бы логика такая обычная, чисто человеческая, подсказывает. Но вы знаете, до 24 февраля также многие говорили, что нападение России полномасштабное на территорию Украины такое себе невозможное, но... Нет, оно было невозможно, я тоже так думаю, политически, да, оно было невозможно, как казалось. А я сейчас говорю чисто с военной точки зрения, для того, чтобы вот все эти приграничные области, чтобы на них напасть, все-таки когда тогда, в начале, к 24 февраля, чтобы напасть на Киев, они несколько месяцев стягивали войска, несколько месяцев свозили со всей России эти войска, как-то их там выстраивали, их боевые порядки, что-то там готовили и так далее. Поэтому, чтобы начать вот такое северо-вторжение, им же тоже надо все это сделать. Я так понимаю, что это операция, которая занимает несколько месяцев. То есть, что мы будем там 2-3 месяца наблюдать за этим всем. И мы же помним, Соединенные Штаты тогда сказали, вот нас сейчас нападут. И карту нам нарисовали, кстати, сказали, вот оттуда и сюда. Сейчас никто нам такого не говорит. И 96 часов дали. Да, 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 да. Поэтому я верю абсолютно, что они хотят этого. Я верю, что это входит в их долгосрочные планы. То есть, я совершенно не сомневаюсь, что Путин не отказался от идеи захвата Киева. Не сомневаюсь. Я уверен, что он собирается это делать. Но я не вижу, что это может быть сейчас. Это должно быть когда-то, когда он будет готов. И мы пока не видим никакой подготовки, даже не видим к этому серьезной. А будут ли принимать участие страны ОДКБ в этом всем? Это еще такой отдельный интересный вопрос. Самый большой вопрос будет ли Казахстан, на самом деле, принимать участие, потому что, ну, скажем, там Армению уговорить просто, во-первых, можно позвонить, сказать, присылайте. Во-вторых, из Армении, ну, приедет там 20 человек. А Казахстан как серьезная страна, как если, ну, по размеру армии, не помню, какая у них там формальная армия, по размеру, ну, по размеру страны, населения, второе, после России, государство ОДКБ. И оно сейчас такую ведет интересную политику. Например, Казахстан же на этой неделе, по-моему, принял закон о запрете экспорта вооружений из Казахстана, вообще тотальном. И очевидно, что это принято в ответ на просьбы России предоставить вооружение. То есть они взяли как место, чтобы сказать, нет, нет, мы вам не продадим, потому что иначе мы окажемся под санкциями и так далее. Ну, принял парламент закон, что, ну, нельзя их экспортировать. И тут уже на все просьбы говорят, ну, по закону мы не можем, к сожалению. Мы бы хотели вам искренне помочь, ребят, но не можем. Поэтому вот пошлет ли Казахстан сейчас для него, это же участвовать в такого рода учениях прямо сейчас в моменте, это тоже подставляться перед западным миром. Не то чтобы под санкции сразу, но в любом случае терять много очков в разговорах с западным, то, на что Казахстан, по-моему, совершенно не готов сейчас. Касым Жемар-Така, о, правильно, выговорил его имя и фамилию, в отличие от Путина, кстати, объявил о проведении досрочных президентских выборов в Казахстане, вот несколько такое неожиданное решение, политтехнологический ход конем, по сути, сделал Такаев, цель же его ясна и понятна, хочет переизбраться. Совершенно неожиданное, действительно, совершенно неожиданное, не то чтобы несколько неожиданное. Он же еще одновременно, ну не он, естественно, как бы, формально говоря, парламент, планирует, насколько я понял, изменить Конституцию и оставить в ней один президентский срок, один, такое вообще, где такое вообще бывает? Один на семь лет. Да, где такое в постсоветском мире бывает? Вообще мало где такое бывает, чтобы разрешен только один президентский срок. Я вот так, просто чисто по памяти помню только Сан-Марина, где разрешен один президентский срок, но там он полгода длится, этот срок президентский, вот, но там как бы не очень важно, кто президент. А здесь один президентский срок. Он заявил, что ему это нужно для того, чтобы выполнить там некую программу реформ, о которой еще не было объявлено. То есть это же значит, что он сейчас какую-то программу реформ объявит большую. Это будет, кстати, очень интересно наблюдать, так как Казахстан все-таки, ну давайте скажем честно, это очень интересный, ну для нас вот из Украины, глядя, эксперимент на постсоветском пространстве такой в экономическом смысле, в смысле цифровой трансформации государства, в смысле бюрократического устройства, потому что там была огромная программа реализована при Назарбаеве, что молодежь, которая хотела бы работать в государственной службе, ее массово посылали учиться в западные вузы за счет государства с обязательством потом, сколько-то лет там работать на государстве Казахстана. И сейчас, конечно, качество государственного управления там очень высокое, очень высокое именно качество госуправления. Там, естественно, есть по-прежнему проблемы с демократией, тут мы, конечно, впереди на много-много шагов по сравнению с Казахстаном, но с качеством госуправления там интереснейшие вещи происходят, и с качеством управления экономикой. И поэтому пока в России, например, экономика стояла последние 10 лет, и рост был ровно ноль за 10 лет, то в Казахстане она почти в два раза за это время выросла. И что готовит Такаев в этом плане, наверняка это речь о каких-то экономических реформах, тоже больших. Он вообще же интересный человек тем, что он прожил значительную часть своей жизни в западных странах, ну, таких западноориентированных, в основном Сингапуре, говорит на английском, на китайском свободно, то есть он очень ориентируется на и Китай, и западный мир. Поэтому, собственно, вот такая история с Российской Федерацией. И вполне можно пока предположить, что может он действительно собрался вот 7 лет и все, и на пенсию хочет за 7 лет сделать большую реформу. Кстати, вчера, вчера, там же выдвинули в парламенте предложение изменить обратно название столицы страны, с Нурсултана на Астану обратно, со словами, что не надо в честь живого человека называть город, и что само слово Астана, которое предложил в свое время Назарбаев для названия столицы, что вот это и будет память о нем, как бы, что он действительно внес большой вклад, давайте вернем, так будет нормально. И это предложение не какой-то человек внес, это внесла фракция, самая большая, по-моему, в парламенте, по размеру фракции. Ну, Путин в 2008 году также божился, что пойдет на пенсию, уйдет из политики, но... Да. Кстати, Михаил, раз мы с вами уже так подробно начали говорить о тех событиях, которые происходят сейчас, политические события в Казахстане, не могу не спросить вашего мнения относительно того, что же происходило в Казахстане в январе текущего года, что это было за заварушка? У меня только самые общие сведения, почему? Не потому что я там ленивый или не пытался полазить, поискать, а потому что действительно это все пока достаточно засекречено, и сведения слишком противоречивые, в том числе от людей, которые живые там свидетели, очень противоречивые сведения, там как-то об этом не знаю, там какой-то такой странный консенсус среди казахских моих знакомых, что об этом принято молчать. Вы знаете, прям реально, да, сейчас имею в виду людей не простых, а таких государственных людей, ну не каких-то воспоставленных, просто вот люди, которые на госслужбе, они предпочитают пока молчать про это. Судя по таким очень уж косвенным признакам, была попытка переворота со стороны Назарбаева, так как Назарбаев, ну на момент, на начало этого года Назарбаеву принадлежала большая часть государственной власти в Казахстане, на самом деле, большая часть, не 100%, но большая часть. Его клан, его люди были везде расставлены, сам он занимал, как мы помним, там пост, как он назывался, и руководителя партии, и, ну, правящей партии, и председателя пола сайта безопасности, как-то так это называлось. Я уж не говорю про пост Елбасы, который, значит, духовного лидера казахского народа. И в какой-то момент его клану не понравилось то, что Такаев постепенно их оттуда выжимает, и они пытались все это вернуть себе в власть. Но Такаев победил, то есть Такаев переиграл Назарбаева. И если до этого момента ведь Такаев воспринимался, ну, как в каком-то... Ширма, как декорация. Да, как Медведев, как Медведев, ну, в свое время, да, что вот сидит Медведев, но все понимают, что это Путин. Назарбаева заменитель. Да, и видите, что оказалось-то, да, оказалось, что не так. Оказалось, что вот все было по-настоящему, и Такаев настоящий. Ну, и мы видели уже за время этой войны такие дела, которые сделал Такаев, которые уж точно говорят о том, что это не просто самостоятельный политик, а... Ну, давайте так, вот Назарбаев, он внес огромный вклад в развитие Казахстана, я уверен, никто в Казахстане отрицать не будет. Со всеми там плюсами-минусами, но вклад огромный совершенно. Там построить новую столицу, перенести туда. А экономический рост, я думаю, в сумме за его правление-то какие-то, не знаю, десятки раз. Но, похоже, Такаев оказался достойным преемником, действительно. Да, совершенно другим, совершенно с другими идеями, возможно, даже. Но последовательным. И очень интересно поэтому наблюдать, куда он приведет Казахстан. Похоже, к чему-то хорошему он его ведет. Вот что интересно. Так, Михаил, идем дальше. Глава оккупационной областной администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о том, что администрация выплатит денежные компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате действий вооруженных сил Украины. По его словам, из числа гражданского населения, семьям погибшим от действий вооруженных сил Украины, начислят по одному миллиону рублей. А тем, кого признали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, выплатят по 750 тысяч рублей. Гражданские лица, которые получили тяжелые ранения, контузии или увечья, могут рассчитывать на 500 тысяч рублей, там, легкая степень тяжести на 100 тысяч рублей. Что это за парад щедрости от Путина? Идет все же подготовка к этим псевдореферендумам? Хотят таким образом задобрить людей, проживающих на территории Запорожской области, или что это? Я думаю, как сказать, вот только последняя из ваших фраз, я думаю, верна, в том смысле, что я не верю в референдумы в ближайшем каком-то обозримом будущем вообще, ну, и без какого-то серьезного изменения ситуации референдумов я не вижу. Я уже достаточно давно об этом говорю, уже месяца два, что референдумов не будет. Это когда еще начали говорить про 11 число, 11 сентября. По нескольким причинам, главное, на самом деле, нет. Это одна такая комплексная большая причина, что это абсолютно невыгодно для России. То есть референдумы задумывались, как попытка заявить западному миру, что вот теперь эту территорию мы контролируем, теперь эта территория наша, мы ее присоединили к России, и наш ядерный зонтик распространяется на эту территорию. Все понимали в российском руководстве в начале войны, что Запад боится российского ядерного оружия, по-настоящему боится, что Запад не будет предпринимать каких-то резких шагов в отношении Российской Федерации, в том числе санкций каких-то резких, именно из-за наличия ядерного оружия, уж тем более не вступит в войну, не закроет нам небо и так далее. И поэтому решили, что ну как, вот Крым же мы накрыли ядерным зонтиком, и все, смотрите, по Крыму же не бьют, Украина не бьет по Крыму, Запад не бьет по Крыму, никто не бьет по Крыму. Как, хлопки продолжаются? Нет, это было тогда, я же говорю, тогда, два месяца назад, да? И они поэтому, собственно, собирались эти референдумы делать. Но с тех пор уже не раз западные страны, во-первых, сказали, что их ядерное оружие, в общем, не сильно пугает, что они готовы наносить ответные удары, такое никогда не звучало, прямо скажем, со времен СССР, что вообще со времен распада Советского Союза никогда Запад не заявлял о готовности применить ядерное оружие по отношению к Российской Федерации. А тут дважды, как минимум, заявил, трижды уже, потому что еще предстоящая новая, возможная премьер-министр Великобритании то же самое сказала, что она применит ядерное оружие. И в этот момент, а какой смысл проводить тогда референдум? А тем более после наших ударов по Крыму. На самом деле наши удары по Крыму нанесли удары по референдумам, потому что если можно бить по Крыму, оказалось, что можно. Оказалось, что мы можем бить по Крыму. Оказалось, что американцы дают нам оружие для этого. Оказалось, что Германия, Шульц прямо сказал, не возражает против того, что мы используем таким образом Германию. Все дали добро, зеленый свет. Все дали зеленый свет против той территории, которую Россия объявила своей и на официальном уровне прикрывает своим ядерным зонтиком. Ну так что, зачем им тогда объявлять свои территории Херсонскую область или Запорожскую, или даже Донецкую, если в результате они только получат новые санкции, а больше ничего не получат. Они же правда рассчитывали, что они таким образом защитят, что вот мы завоевали, а потом раз, и вопрос закрыли, как они любят говорить. Но вопрос-то оказался, не закрылся никак у Путина. С Крымом не закрылся. И здесь не закроется. Поэтому такие на этом этапе войны вот не верятся в эти референдумы. И долго я не верил, не верил, не верил. А на этой неделе пришли сообщения из российской прессы, ни откуда-то, ни из британской разведки, а российская пресса сообщила, что в Кремле совещание и принято решение референдумов сейчас не проводить. Но провести их, наверное, потом. И то, наверное, возможно. Наверное. Ну, кстати, российская РБК, ссылаясь на свои источники, утверждала о том, что да, первоначально планировали провести вот эти псевдореферендумы 11-14 сентября. А теперь уже заговорили о 4 ноября. Там какой-то день в России или единение. Ну, короче, очередное победовесие. Да-да-да. У них день народного единства не знаю с чем. Единство, видимо, с резиновой попой очередной. С анклавами. Попа объединяется с анклавами. Да-да-да. Попа объединяется с анклавами. Да, мне кажется, что очень давно, еще после заявлений по поводу ядерного оружия, которое сделали Великобритания и Соединенные Штаты, смысл референдумов, скажем так, мягко говоря, изменился для Российской Федерации. И потерялся почти что. Кстати, вот относительно Херсонской, Запорожской областей и вот этих всех псевдореферендумов, Левада-центр провела соцопросы и поинтересовалась мнением жителей России относительно будущего Херсонской и Запорожской областей, и какие результаты получены. Вот, например, в возрастных группах 18-24 лет и, соответственно, 25-39, по 37% опрошенных считают, что эти области должны стать частью России. 24-18% соответственно думают, что они должны оставаться в составе Украины. Ну, нахибанам они нужны, думаю, там, в России. А вот это вообще интересный опрос Левада-центра за последнюю неделю. Я так думаю, что это в том же опросе была и история про то, что насколько снизилась поддержка, как они это называют, военной операции. И интересен тут больше всего для меня сам факт публикации такого опроса. То есть мы понимаем, что в России на сегодняшний день невозможно провести объективный опрос. Ну, честно скажу. Он все равно будет каким-то, насколько это достоверным или вообще недостоверным. И важно, что разрешается публиковать, а что не разрешается публиковать внутри Российской Федерации. Вот это вот опубликовано. И про падение поддержки операции опубликовано. А о чем это говорит? Путин себе сделал такой маленький, как всегда, запасной аэродромчик. Раз разрешил такое опубликовать, ну, или приказал, тут уже дело такое, да. Ну, не лично, конечно, я имею в виду это вот. Вот это, понятно, он таким в данном случае, кстати, вещами мелкими не занимается, как там какие-то опросы опубликованы. Но для него подготовили материальчик такой, что если что, он может сказать, вот предположим, наши войска все-таки успешно освобождают Херсон, наши украинские войска, да. И Путин скажет, ну, что ж, по просьбе населения, вот смотрите, опрос провели Левада-центр, не нужен нам Херсон. Я тут же сказал так, ну, раз народ, говорит, не нужен, то вот, мы вывели свои войска из Херсона. И когда ему понадобится... Сейчас доброй воли. Да, когда ему понадобится зачем-то прекратить войну на невыгодных для себя условиях, а такая ситуация тоже может возникнуть в силу наступления наших войск, он скажет, ну вот, я пошел навстречу чаяниям народа, сказали же, больше не хотим воевать. Ну, ребят, ну, раз больше не хотите, ну, ладно, пожалуй. Я послушиваюсь мнению людей. Да, я думаю, что в этом, потому что, ну, другого смысла. А зачем такое еще публиковать? Хотя, вместе с тем, я вам честно скажу, я опросы проводил, закрытые, среди своих российских друзей. У меня в России, не стесняюсь этого, есть друзья, ну, естественно, которые только на нашей стороне полностью, абсолютно других, у меня там нет друзей. Расстался я с другими, еще после Крыма, я имею в виду. Вот, ну, вот те, которые на нашей стороне, ну, остались в Российской Федерации люди. Вот они в один голос мне сейчас за последний месяц сообщили, что упала поддержка у народа войны. Ну, они же в окружении это видят, они же там работают, видят каких-то людей и говорят, что за последние там пару месяцев это падение очень резкое, падение энтузиазма. То есть был большой прям энтузиазм такой, что вот сейчас мы тут Украину победим. Все, энтузиазм, говорит, исчез, испарился. Это поддержка исчезла, видимо, в связи с большими реальными экономическими трудностями, которые у людей, вот знаете, ну, это же все средний класс, с которым я общаюсь скорее, да, такой. И у среднего класса большие проблемы, потому что исчезли рабочие места. Компании, которые негосударственные, а это все люди из негосударственного сектора, там до половины рабочих мест за это время исчезло. То есть как бы мы не критиковали западные санкции, но определенный эффект уже достигнут. Он просто в очень определенном сегменте, понимаете. Вот есть большие госкомпании, там какой-нибудь Газпром. Понятно, что там можно приказать никого не увольнять, печатать рубли, раздавать и так далее. А есть достаточно большой слой частного бизнеса. Ну, давайте так возьмем, там, не знаю, простые вещи. Ну, сервисные компании простые, там, не знаю, школа английского языка какая-нибудь, условно говоря, да. Это же там работает 20-30 человек. Или вот там какие-нибудь тренинговые центры, не знаю, да, еще там 30 человек работают. Ну, такие вот люди, которые фактически во многом зачастую обслуживают даже этот госсектор, потому что только это все частный бизнес, никто же там государством так ими не занимается. И вот такие компании по половине клиентов потеряли, соответственно, по половине рабочих мест потеряли, да еще и доходы у них отделили. То есть даже у тех, кто остался, снизились доходы. А еще, что интересно, цены в Российской Федерации, мне когда рассказали, я даже решил проверить и залез на сайты, честно воспользовался VPN-ом, чтобы залезть на сайты российских супермаркетов. Посмотрите, а почему там курица, собственно, в магазине? В три раза дороже, чем у нас. В три раза, представляете, в долларах. Вот сегодня вот там в Российской Федерации в обычном супермаркете для обычного человека обычная курица в три раза дороже. Но мне и сказали, что продукты по сравнению вот с нашей ценой в три раза. Это еще не предел, это еще не потолок. Да, но это очень много, представляете, это же у людей, вот это у людей прямо сейчас на них обрушилось, у них же зарплата не выросла за полгода, а цены в два-три раза. Именно на базовые вещи, что важно тут, что на базовые вещи, не на автомобиле. Кстати, автомобиль BMW, как мне сказали, новый, сейчас там стоит 200 тысяч долларов. Потому что их там больше негде взять. Спрос есть, а взять негде. Старую машину люди продают сильно дороже, чем покупали, когда она была новая. Так называемая специальная военная операция коснулась каждого. Да, да. Кстати, Михаил, Министерство юстиции России опубликовало обновленный список иноагентов. В списке СМИ иноагентов бывший ведущий Михаил Шац, редактор «Новой газеты», Европа Кирилл Мартынов, муниципальный депутат Юлия Галямина, блогер Кирилл Федоров, журналист Сергей Лайко, политолог Сергей Медведев. А вот в реестре физлиц иноагентов включены музыкант Андрей Макаревич, бизнесмен Борис Зимин, журналистка Катерина Гордеев, украинский журналист. Дмитрий Гордон попал, отметился юрист. Иван Жданов и политолог Федор Крашенников. Как вам этот списочек? Ну да, это как бы список российской оппозиции постоянно пополняется. Я, кстати, не знаю, собирались ли вы вообще про это разговаривать сегодня или нет, про вот эти мероприятия российской оппозиции. Вы собирались меня что-нибудь спрашивать? Если нет, я вам сейчас... Относительно инициативы Ильи Пономарева? Да нет, я просто... Когда в Вильнюсе был на этой неделе вот конгресс российской оппозиции, если вы знаете, да, где сеанс одновременно игры в шахматы проводил Гарри Каспаров, мне... А еще одновременно была история с Пономаревым. Мне стало дико интересно, а кого на самом деле, вот если бы сегодня провести выборы, вот потому что вы список зачитали сейчас, да, какой-то, это же часть списка таких кандидатов во власть, правильно, от оппозиции. И мне стало интересно, а сейчас провести выборы, вот кто? Причем эта идея не моя, это вот Марк Фейгин, он в каком-то из эфиров своих сказал, что вот надо сейчас бы провести выборы оппозиции, чтобы был лидер, который мог бы общаться там с Западом, там-сям и так далее. Вот у белорусов есть, например, да, Тихановская. А у россиян нет такого лидера, который был бы один, признанный и так далее. И я у себя на YouTube-канале провел, на канале Шатриман, я провел выборы честные. Сейчас, правда, еще второй тур провожу, но это ладно. Но в первом туре я был поражен результатами. Дело в том, что два победителя, первые два места заняли с большим отрывом Ройзман и Фейгин. Ройзман и Фейгин. Причем, понимаете, если Фейгин... А кто еще был в кандидатах? А я не ограничивал, я сказал, вот, ну, вы всех знаете имена. Нельзя только Путина и его людей. Будем считать, что они повеяли, ну, случайно умерли. Вот выбор из оставшихся. И я вам сейчас скажу, кстати, да, значит, первые два места Ройзман и Фейгин с большим отрывом. Для меня было поражен поразительно, что Ройзман. Вот я не представлял себе. То есть я, безусловно, знал об этом человеке, но я не думал, что оказывается, вот, люди... Причем я там просил даже писать дальше у себя в комментах, человек откуда, да, сам зритель. И вы знаете, это и у Россия, и у тех, кто в России живет, и у тех, кто в Украине. Ройзман прямо вот. Ройзман с Фейгином где-то пополам, поэтому у меня сейчас второй тур. Ну, одинаково у них. Дальше, следующая двойка, вот, есть некий отрыв. И следующие двое, это Навальный и Яшин. Следующие двое, Навальный и Яшин. А вот дальше пропасть, вот, в смысле пропасть в числе голосов. И дальше, действительно, назывались еще несколько фамилий. Назывался Пономарев, назывался Ходорковский, Надежда Шульман, Макс Кац и Чичваркин. По-моему, я больше никого... А, Дудь, Юрий Дудь. Вот я больше, я думаю, никого не обидел. По-моему, я всех прямо упомянул, кто вообще назывался. Но те назывались единичные разы. Вот эти четверо, это большой отрыв. Вот. И что меня в этом смысле удивило, что... На том принцип, что, видимо, война изменила вот эту ситуацию. В каком смысле изменила? До войны ценились слова, а сейчас дела, смотрите. Из четырех вот этих, из первой четверки, трое в тюрьме. Ну, Ройзман еще не в тюрьме, но он... Я даже не помню, когда я проводил выборы у себя на канале, он был уже в тюрьме или не в тюрьме. Ну, мы понимаем, да, что он, скорее всего, в тюрьме. В каком-то смысле. Вот трое, да, это трое, которые остались. Яшин, Навальный, Ройзман и борются. Ну, и Марк Фегин, он, по крайней мере, давайте честно скажем, по ощущениям зрителей, как минимум, он где-то на передовой. Ну, вы понимаете, да, потому что он как бы... На передовой вот этой информационной войны. Да, на передовой информационной войны. Он точно не сидит, не разрабатывает концепции там прекрасного будущего. Да, он каждый день чего-то там, извините, пусть информационно, но воюет очень открыто, откровенно и так далее, подвергая себя, предположительно, риску, по крайней мере... В тандеме с Арестовичем. Да, 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 ну как, сидеть в тандеме с Арестовичем, это уже опасно, да? Все-таки российские спецслужбы в каком-то смысле не дремлют. Поэтому вот интересная такая штука. Поэтому, когда вы мне прочитываете этот список, ну что ж, вот прибавилось кандидатов на следующие выборы. Из этого списка две фамилии, как мне кажется, выдающиеся, неожиданные чуть-чуть. Макаревич неожиданный чуть-чуть, потому что он все-таки не раз встречался с российским руководством и с Путиным, и с Медведевым. И ему, по-моему, Путин вручал орден. Я вот не помню, Медведев или Путин, но, по-моему, Путин вручал орден. Путин вручал. Да, причем орден какой-то такой. Не вот этот, как поварам-то, вот кому он там недавно, он кому-то там за заслуги перед Отечеством четвертой степени. Нет, там какой-то орден первого ряда такого большой, я сейчас не вспомню, Славы или что там бывает у них в России. Ну, что-то такого очень позорного. И Макаревич народный артист Российской Федерации. Народный артист, представляете себе, такого нет. Нет, по-моему, у них до сих пор не было ни одного народного артиста в списке на агентов. Ну и, конечно, наш Дмитрий Гордон, неожиданный тем, что... В смысле? Что значит иностранный агент? Он же... Иностранного агента дают за... Ну, формально говоря, не за заслуги перед Отечеством, а иностранный агент за заслуги перед Отечеством четвертой степени. Я орден придумал новый, знаете, такой надо вручать будет. Иностранный агент четвертой степени. Так вот, Гордон... Его же дают за то, что тебя содержит некая заграница. Тебе какие-то заграничные организации что-то платят. Ну, наверное, Гордону не российские организации платят. Можно догадаться. Так тут тогда в Украине еще 40 с лишним миллионов иностранных агентов, если так говорить. Поэтому это очень странно даже с формальной точки зрения. Они могли его, не знаю, в розыск. А в розыск они его, по-моему, уже и объявляли. Или там уголовное дело на него уже заводили. Но объявлять иноагентом, может, фамилию перепутать. Ну, это повод для гордости. Я думаю, что Дмитрий Ильич информационный будет использовать и качать эту тему, конечно. Нет, смотрите, он заслужил. Тут сомнений нет. Он заслуженный человек. Но как бы опростоволосилась, мне кажется, вот эта организация, которая эти воинские звания выдает иностранного агента, потому что не по уставу, знаете, не по уставу. Михаил, относительно вот этой достаточно нашумевшей инициативы Ильи Пономарева о создании политического центра российской оппозиции здесь, в Киеве, цель – координировать вооруженное сопротивление путинскому фашизму. Что вы думаете об этом? Я не могу сказать. Очень трудно пока оценить вот само это действие. В каком смысле? Непонятно, там получилось, не получилось. Там же как-то во время самого даже этого мероприятия, там то отменили что-то, круглый стол отменился, потом кто-то поддержал, кто-то состоялось. Понятия не имею, сколько там людей в этом подразделении, которое все это подписывало. Но я скажу, что у всего этого есть, мне кажется, у этой же идеи Пономарева, объединить силы, которые силовым способом планируют свергнуть Путина. Вот давайте так, если отнестись безотносительно, давайте не будем рассматривать конкретику, в смысле сколько человек, почему, с кем подписал, кто подписал. Это пока... Какие люди, какие организации. А это пока такие детали, которые не так вот важны. Важна сама идея. Вот давайте рассмотрим это как саму идею вооруженной борьбы против режима Путина. А как еще можно свергнуть режим Путина-то на самом деле? Я считаю, что в этом смысле Пономарев прав, что нет другого способа. Нет другого способа, что при любом другом способе... Да, сменить лично Путина можно просто на кого-то в результате дворцового переворота, каких-то интриг. Это все возможно. Но режим по-другому не сменить. И у этого тезиса есть доказательства убедительные, потому что всегда это так работает. В каком смысле? Всегда народ сначала предлагает диктатору мирный путь. Это нормально. В смысле в Беларуси сначала предложили Лукашенко мирный путь. Вот в 20-м году... Я имею в виду, когда массово, никогда... Да, и до этого были протесты, но до этого там выходило 10 тысяч человек. А в 20-м году вышел миллион человек на протесты. Миллион в Беларуси. И предложил Лукашенко, что вот смотри, давай, уходи. И вот если бы в этот момент Лукашенко сказал, я ухожу. Что бы с ним произошло? Его бы никто не убил, никто бы не посадил в тюрьму. Несмотря на все его прошлые там какие-то заслуги перед Отечеством четвертой степени. Его бы оставили в каком-то почетном весьма статусе, я уверен, если бы он добровольно ушел. А теперь какой способ свергнуть Лукашенко? Да все понимают, что только военный. И когда... Когда белорусы говорят, вот у нас есть полк Калиновского, и только он. Ну да, только он, ничего другого не может быть. Там у них есть, к счастью для них, у них есть легитимный новый лидер, да, Светлана Тихановская. Но им нужно силовое решение. Вспомните другие страны. Как падали режимы постсоветские, например. ГДР, Польша, Чехия. Мирные протесты. Вышли. Пражская весна. И кто там был? Густав Гусак уходит в отставку добровольно. У этих был... Я даже не вспомню сейчас, потому что Эрик Хонекер-то уже умер. Но там какой-то был, короче, в ГДР я уже забыл. Был, что Кренц, Эдгар Кренц ушел в отставку, это был последний лидер ГДР, ушел в отставку добровольно. В Польше лидер ушел в отставку добровольно в результате народных протестов. А в Румынии тоже были мирные протесты в Тимишааре. Вышли точно так же, как во всех этих странах. Точно так же. В том же 89-й год, круглые столы, коммунисты, солидарность при поддержке Анна Павла II. Да, и в том же 89-м году осенью выходит на протесты, ну, позднюю уже совсем осенью, там начало зимы, по-моему. Выходит на протесты Румыны в Тимишааре. И их начинают расстреливать секуритаты и сигурансы, да, спецслужбы. И вот тогда они расстреляли Чаушеску. Почему они? Они бы не стали расстреливать Чаушеску. Они расстреляли Чаушеску, когда он пытался силой сохранить эту власть. А теперь посмотрите на другие страны. В Ливии тоже были сначала мирные протесты, не получилось. Тогда убили Каддафи. Везде, где сначала народ предлагает своему диктатору мирную смену власти. Только потом он восстает и уже убивает его. И вот сегодня и Россия. Россия прошла это в 2012 году, попытку мирных протестов, в которые Путин отказался уходить в отставку фактически. Лукашенко отказался уходить в 2022-м. И другого способа, конечно, уже просто невозможно себе представить. Поэтому да. И поэтому вот когда... Еще раз. Я не собираюсь солидаризироваться с той самой историей, которую выстраивал Пономарев. Потому что еще раз. Я не знаю, не понимаю, кто там, что там. И как-то я когда смотрел по телевизору, это выглядело так скомканно, мягко говоря. Но сам тезис, когда Пономарев говорит вот этой вильнюсской группе, а почему, а как вы собираетесь, собственно, свергать. И я смотрю вот эту вильнюсскую группу, которую я упомянул. Ну, она как бы ассоциируется с Ходорковским, прежде всего, с его именем, и с Каспаровым. Они регулярно там собираются. И вот у них три дня конгресс. Очень красивый зал. Все круто оформлено. Да. Все так прям по-богатому. И круглые столы на тему, как устроить экономику будущего в России. Ну, молодцы, называется. Ну, конечно, 10 лет обсуждают, как устроить экономику будущего. За это время экономика там вся умерла. Из чего вы ее будете устраивать? Из какой точки? Да, она через три года, когда вы соберетесь, какая будет? Или через пять? Вот одно дело год назад, другое дело сейчас. И соберетесь ли? Учитывая какие-то отношения между путинской властью и российской оппозицией. А доживете ли вы до этого? Вы знаете, вот этот сеанс одновременной игры в шахматы мне показался, знаете, символом вот этой части российской оппозиции. Потому что Каспаров провел сеанс одновременной игры, и все фотографии с этого конгресса были про это. Ну, Таша, что еще фотографировать? Сидят за столом, хочу людей, красиво, дорого, шампанское не пьют, к счастью. Нет, деловое такое мероприятие, извините, не хочу их обижать, что это по-честному. Сидят, заседают, красиво обсуждают и играют в шахматы. А сеанс одновременной игры, он что символизирует? Вот эта оппозиция, она одновременно пытается играть в разные игры сразу, понимаете? Они с одной стороны говорят, мы тут вот собираемся свергать Путина, непонятно как, подождем, как само упадет. Но они же одновременно там, штаб Ходорковского, по крайней мере, он все время строит свои какие-то высказывания и теории, исходя из того, что они как-то будут договариваться с нынешней властью российской. То есть да, они хотят забрать власть, но как-то договариваясь. А еще хуже есть, еще хуже есть вещь. Почему Ходорковский так долго говорил о том, что Крым-то он отдавать не собирается? Сейчас насколько, я вот правда сам не слышал, брать не буду. Но я вот опрос проводил, потому что не смог найти. Вроде говорят, что Ходорковский поменял мнение, сейчас уже он вроде собирается отдавать Крым. Возможно, и Навальный поменял мнение, уже не считают, что это Крым не буду говорить. Про Навального, во-первых, не можем говорить, во-вторых, нет. Навального я сюда, вот то, что я сейчас рассказываю при сеансе «Обновременной игры», к Навальному не относится, потому что он в тюрьме, он боец там. Я сейчас говорю про ту группу, которая в Вильнюсе заседает. Большая группа, там много людей, очень достойных, кстати, людей представленных. Но Ходорковский и такие же, если там есть, они ведь почему Крым-то отдавать не хотят? Говорят, нет, Крым-то мы, конечно, оставим, потому что все-таки иначе не демократично. Они хотят на следующих выборах, они хотят побеждать потом на выборах. Ну, типа, как-то Путин ушел, вы их представили, как-то. И они участвуют в каких-то выборах. И они хотят опираться на нынешних сторонников Путина, понимаете? Они хотят прийти к власти на путинском электорате. На, как мы и сами знаем, извините за это слово, но зомбированном пропагандой электорате. И они собираются на нем въехать в светлое будущее. А вот так не получится. То есть, либо вы приходите к власти, раззомбируете людей и дальше свободные выборы как-то делаете. Ну, как, в принципе, при падении коммунистического режима в Советском Союзе. Взяли и по всему телевизору пустили все, что можно, и тогда выбрали Ельцина. Народ выбрал Ельцина. А Ельцин не выходил на свои предвыборные митинги и не говорил, нет, все-таки надо обязательно продолжать коммунистическое строить, то чуть по-другому. Нет, он не пользовался этим. Это методы борьбы, так сказать, когда, если ты собираешься на путинском электорате что-то делать, это означает одно, ты станешь таким же точно и скоро. И, кстати, про Навального, ну, сейчас мы про него можем только осторожно говорить, потому что действительно он мог полностью изменить свое мнение. Но тогда, мы сейчас вспоминаем старые времена, довоенные. Я помню, как вот Евгений Чичваркин, человек, известный про украинской позиции, сейчас очень сильно помогающий Украине и всегда помогавший, и вообще всегда бывший на стороне и Майданов, и требовавший вернуть Крым с извинениями с первого дня, он это требовал. Но вдруг какой-то день, долго общавшись с Навальным, который как раз был отравлен, Чичваркин его спасал, оплачивал ему лечение, там, с ним встречался. И он, я помню, как выступал, говорил, ну, вот я понимаю, почему Навальный говорит, что Крым отдавать нельзя, потому что иначе он же не выиграет выборы. Я говорю, я понимаю, да, иначе как, ну, а что же поделать? Ну, да, наверное. Несмотря на то, что я считаю, что вот так, ну, и Навальный прав, что вот так делает. Ну, сейчас Чичваркин уже точно, вот он уже точно поменял мнение, ну, и будем надеяться, что Навальный тоже. Лично вы, Михаил, кого хотели бы видеть на посту президента России после Путина? Ух, мои вопросы у вас. Вот сложно, на самом деле, мне честно сказать. Все-таки, давайте, я не могу, я очень субъективен в каком смысле? Вот я, к сожалению, сейчас, начиная с 24, до 24 февраля, я все время желал России добра большого, да? А после 24 февраля я не могу в душе желать Российской Федерации добра. Ну, не могу, у меня больше так не работает. И поэтому, если я начинаю делать выбор, я его делаю не исходя из интересов России, а исходя из интересов Украины, да? То есть, отчасти, да, добра, но исходя из интересов Украины. Поэтому мой выбор, он как бы нечистый и нечестный, да, в этом смысле. Но я считаю, что в интересах Украины, чтобы президентом новым России стал Каспаров, это я считал вот еще с самого начала войны так. При этом как? Это будет неплохо для России и не способен думать, я же говорю неплохо, я там желаю зла, не способен думать как россиянин. То есть, Запад его поддержит? Потому что Запад его поддержит раз, потому что у него все-таки есть уникальное достижение. Знаете, из всех этих людей есть человек, достижение, ну, из всей оппозиции есть два человека, давайте, достижения которых невозможно отрицать и которые известны на Западе именно своими огромными достижениями. Этих два человека, это Каспаров и Навальный, вот два человека, все. Они даже неравновеликие, потому что, пожалуй, достижения Каспарова выше. Вот стать чемпионом мира по шахматам, это стать лучшим в мире, в такой очень особенной штуке, как шахматы, это даже не бокс, да, и стать всего лишь 13-м в мире лучшим игроком, и стать наследником тоже великих имен, это такая цепочка, знаете, это как быть Папой Римским примерно, ну, цепочка покороче, конечно, чем у Папы Римского, но серьезно, это очень такое большое символическое значение на Западе, чемпион мира по шахматам, это как бы самый умный человек планеты, ну, так получилось, да, считается. И Каспаров абсолютно последователен, что важно-то, мы же сейчас говорим, вот давайте, наверное, все-таки почему Каспаров, потому что это человек, который, будущий президент Российской Федерации, это же не диктатор, не тот человек, который будет лично там полками командовать, это мы же хотим видеть Россию свободной, мы же заинтересованы в свободной России, в свободной России президент должен быть духовным лидером во многом, то есть человеком с принципами и ценностями, а не каким-то там менеджером, который газ распиливает или что-то такое. То есть заезженный, но вполне актуально, моральный авторитет. Да, моральный авторитет. И Каспаров человек с принципами, в отличие вот от всех, ну нет, не от всех, он с принципами, которые провозглашены у него и провозглашены уже 30 с лишним лет. Он в советское, в позднее советское время, я помню, там 90-е, 91-й год, он говорил, что надо отдать Курилу Японии, а Монголию Китаю, понимаете, заявил о своем первой политической речи. И Монголию уже Китаю де-факто отдали, про Курилу уже говорят, хотя тогда это звучало бредом. Потом он был абсолютно антисоветским человеком, я помню, как он был за развал Советского Союза, всяческого приветствовал. Потом, когда Путин, он, ну, пожалуй, два человека, Каспаров и Березовский первые выступили против Путина категорически именно по идейным соображениям, потому что говорят, что Березовский там поссорился. Нет, по бизнесу вообще не ссорился, и Путин его не кидал даже по бизнесу, и все бы шло хорошо, но идейно они разошлись. И Каспаров тоже идейно сразу сказал, нет, Путин вот так-то и так-то, он все вот это, он стал первым оппозиционером. А теперь вспомним заявление Каспарова об Украине, он говорит, только украинский флаг над Севастополем сделает Россию свободной, понимаете, это говорит Гарри Каспаров. Поэтому для нас, я считаю, Гарри Каспаров, как символическое значение Гарри Каспаров, поэтому, знаете, да, вы сначала меня огорошили этим вопросом, но возвращаясь к этому, даже это будет хорошо и для России, и для Украины, я считаю, Гарри Каспаров. Михаил, спасибо вам за ответ на этот вопрос, я понимаю, что он был достаточно непростой, мы уже так постепенно приближаемся к завершению нашего с вами разговора и нашего с вами эфира. 3 сентября пройдут похороны первого и единственного президента СССР, Михаила Горбачева, ваше мнение о Горбачеве какое? Я считаю, это неприлично составлять мнение о Горбачеве, ну вот серьезно, я считаю, что сейчас идет такая пляска на мнениях о Горбачеве, который не может ответить. Вот Каспаров может ответить, если ему что-то не понравится, да, Пономарев может ответить, кстати, с Пономаревым у меня же, я когда про него говорил, у меня с ним бывают диалоги на телевидении, поэтому я не боюсь вот говорить, да, что он меня там спросит с меня за эти слова. А Горбачев уже не спросит ни с кого, да и не спросил бы. И я вот несколько вещей подумал после его смерти, что оценивать его деятельность на посту президента СССР, я считаю, что каждый второй не имеет права. Имеется в виду, что каждый второй сейчас пытается это оценивать, а никто не имеет права оценивать. Это оценит история спустя 100 лет, а мы сейчас должны пользоваться плодами его деятельности, а не сидеть и не оценивать. Лучшая оценка, я считаю, дана, я сейчас говорю, тут важны две вещи, да, я хочу сказать. Одна вот про его деятельность как президента, а вторая про последние 30 лет его жизни. Так вот, на посту президента лучшую оценку, по-моему, дала компания Pizza Hut его деятельности. Он снимался в рекламе Pizza Hut уже после того, как ушел с поста. Были большие споры, я помню, можно ли ему сниматься, ну как это возмутительно, как это президент СССР в рекламе снимается. Ну и этот ролик я запомнил тогда, это я не помню в каком он, начало 90-х. Я его пересмотрел недавно, нашел на ютюбе, когда после смерти Горбачева, я имею в виду. Я правильно помнил текст. Там сидят несколько человек в пиццерии, едят и обсуждают, и видят, что Горбачев тоже сидит и ест. И начинают его ругать все. Вот один говорит, да из-за него у нас это, из-за него у нас там разрушилась промышленность, из-за него Советский Союз развалился. В общем, куча всяких проблем. И вдруг один человек из этих вот кто-то сидит, говорит, да, но благодаря ему мы едим пиццу хату. И все они сидят, они соглашаются. То есть прям до слез такая сцена, благодаря ему мы едим пиццу хату. А благодаря Путину россияне больше не едят пиццу хату, потому что пицца хату ушла из России сейчас с началом войны. Поэтому благодаря Горбачеву стали есть пиццу хату, благодаря Путину пицца исчезла. Ну и последние 30 лет жизни Горбачева после того его ухода с поста, ведь вспомните, да, насколько это мирный человек. Понимаете, он ни разу не воспользовался своим авторитетом на Западе, своим громким именем, ни для чего плохого. Вот просто ни для чего плохого. А он имел неограниченные возможности торговать своим именем. Неограниченные. Вместо того, чтобы торговать своим именем, он, ну да, он читал лекции какие-то за деньги, которые направлял в фонд Горбачева. Он снял свою рекламу и направил их в фонд Горбачева. Многие бывшие президенты читают лекции, пишут. Да, 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 конечно. И мы не слышали ни об одном каком-то грязном деле фонда Горбачева. Ведь ни одной грязи мы же не слышали вокруг этого. То есть я понятия не имею, даже, кстати, чем там занимался в результате последние годы фонда Горбачева, да и последние десятилетия. Но мы, если бы там было хоть что-то подозрительное, мы точно бы услышали. Поэтому я хочу сказать, что после ухода с поста, не оценивая, что он сделал до этого, этот человек точно посвятил свою жизнь добру. Понимаете? Вот это прямо поражает. Потому что мы не услышали ничего плохого. Ничего. А это человек, имевший любые возможности помочь любому злу, за любые деньги, любые блага. И он не стал этого делать. Ну что же, Михаил, и напоследок. Алла Пугачева, которая после полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины покинула Россию, она вернулась в Москву, пообщалась с представителями СМИ. И журналисты поинтересовались, а вот что вы хотите сделать после своего возвращения. И Пугачева сказала, мне многое хотелось бы сделать. Например, морду набить одному человеку. Интересно, о ком идет речь. Ну, морду, она, видимо, собирается бить Киркорову. Все-таки бывший муж, который, так сказать, да, ну из всех ее бывших мужей в путинской банде оказался только Киркоров. Я думаю, все-таки она морду бить собралась Киркорову. Ну, а в остальные творческие планы, я думаю, входит собрать зимние вещи и поехать обратно. Ибо в России делать нечего. Ну, ей, да, ей сейчас, а что? С концертами выступать? Ну, странно было бы. Тем более, было официально объявлено о том, что она не планирует концертную деятельность в Украине. В Украине, говорю, в России. В ближайшее время концертов она с концертами выступать не намерена. Ну, да, поэтому я думаю, что она за зимними вещами. Это ж только кажется, что в Израиле всегда тепло. Там сейчас начинается, ну, сейчас еще не начинается, но в конце октября начнется сезон дождей, будет прохладный всем. А отопления там не существует. Вот мы жалуемся на высокие цены на отопление. В Израиле они низкие, потому что его там нет. На улице ночи, может быть, плюс пять, а отопления у вас нет. Сидите в свитере и шубе. Ну что же, Михаил, будем завершать. Огромное вам спасибо за этот разговор. Михаил Шетельман, политолог, политтехнолог, публицист. Был сегодня вместе с нами на Политак, а также благодарю всех наших зрителей, слушателей и подписчиков за внимание. Берегите себя. Все будет Украина. До новых встреч. До свидания. До свидания.